Здорово, это Шамшурин и видео о диагнозах, которые любят ставить себе мужики. На что я обращаю внимание? В последнее время все чаще вижу людей, которые пытаются, мужчин, которые пытаются найти себе женщину, и которые начинают ставить себе какие-то диагнозы, которые объясняют якобы, что у них это не получается или получается недостаточно хорошо. На чем это основано? Во-первых, потому что сейчас очень много стало информации в открытом доступе, всякой терминологии, всякой бесполезной вот этой вот фигни, которую какие-то психологи, какие-то коучи, какие-то там, не знаю, консультанты, что-то там говорят. То есть просто информация, которая не имеет ничего общего с действительностью, с обычной жизнью. И сейчас очень модно стало называть вот эти вот, вот эти какими-то умными словами вот эти все вещи, да. То есть получается, что там недавно мне вообще один товарищ написал такой вопрос. Вот у меня вымученная беспомощность. Как ты понял, что у тебя вымученная беспомощность? Что это вообще такое? Где-то ты прочитал в какой-то книжке там, типа вообще, где ставили эксперимент на собаках, и у тебя что-то там не получилось, типа, и ты решил, что у тебя вымученная беспомощность. И я постоянно слышу от людей какие-то вещи, которые они сами про себя придумали. У меня недостаток любви к себе, поэтому вот у меня не получается. У меня вымученная беспомощность. У меня, я общаюсь как бета-самец, там, я не знаю, или гамма-самец, там, или там, дельта-самец, не знаю, хрен пойми, какой самец. То есть, понимаешь, в чем здесь весь как бы минус-то этого? То есть, в том, что вместо того, чтобы решать проблему, эти мужчины, ну, и думать, как мне сделать, чтобы решить эту проблему, эти мужчины сами себе придумывают какой-то мифический диагноз, начинают в него верить, и решать уже этот диагноз, а иногда даже и не решать его, понимаешь, какая фигня. Вот. И чем это чревато? Тем, что ты еще больше разочаровываешься в себе, потому что ты же начинаешь искать подтверждение в мире того, что у тебя вымученная беспомощность. Или то, что девушки не хотят с тобой знакомиться якобы потому, что у тебя там недостаток, не знаю, недостаток любви к себе самому. Вот. Второе, ты еще больше разочаровываешься в женщинах, которые тебя таким не приняли. И третье, ты еще больше начинаешь погружаться в веру, в то, что у тебя есть вот этот вот какой-то там диагноз, какая-то проблема. Да, действительно, есть на самом деле куча каких-то проблемных моментов, которые мешают мужчинам эффективно там знакомиться, проводить свидание, то есть найти себе ту самую женщину. Но то, о чем я сейчас сказал выше, ничего общего с этим не имеет. Понимаешь, то есть, как бы на самом деле, если посмотреть со стороны на человека, который до этого рассказывал себе и там и другим, что у него там не любовь к себе, на самом деле его проблема, она абсолютно технический характер имеет. И сто процентов, что если ты сейчас смотришь видео и ты такой ловил себя на том, что ты где-то подумал, что может быть у тебя там низкая самооценка, поэтому у тебя не получается, или потому что недостаток любви, или потому что ты общаешься не как альфа, а как омега. То есть подумай, все это херня на самом деле. То есть у тебя просто технические ошибки, не более того. Технические ошибки, они внешние, и их можно легко исправить. Да, интересно, там чувак вышел из спортивного зала и сел, короче, давай курить просто сюда своими сигаретами. Я думаю, нахер ты ходишь в спортивный зал, если ты после него куришь. Удивительно. Так вот, смотри, когда мужчина общается с женщиной, то есть для него это стресс, безусловно, когда ему эта женщина нравится, он только первично с ней пытается познакомиться. Понятно, что стресс. И во время стресса, безусловно, ты можешь, во-первых, у тебя может неправильно немножечко работать мозг, ты можешь сделать неправильные выводы, и ты можешь неправильно интерпретировать какие-то ситуации. Вот. И только из-за этого ты, в конце концов, можешь придумать себе какой-то диагноз. Почему многие ставят себе эти диагнозы? Задумайся, потому что у тебя нет результата. Если бы у тебя получалось легко или там относительно легко пойти познакомиться с той девушкой, которая тебе нравится, пригласить ее на свидание, там вступить в какие-то отношения и так далее. То есть, если бы у тебя были женщины, был бы результат. Неужели ты бы сидел и придумывал себе диагнозы? Нет, безусловно, что это просто попытка оправдать свои неудачи. Но, опять же, попытка неправильная. Плюс на этом можно все это свалить, в этом есть определенная выгода. Поэтому, смотри, мораль следующая. Если вдруг ты хоть когда-то раз себя ловил на том, что ты ставишь все диагнозы, то есть обязательно прекрати это делать раз и навсегда. Нужно, смотри, не думать о том, почему у тебя не получилось, потому что у меня не получилось, потому что у меня низкая самооценка. А нужно спросить себе, что я могу сделать лучше или что я могу сделать там хуже или перестать что-то делать или начать что-то делать для того, чтобы получить результат. Все очень просто и не надо себе выдумывать каких-то супер-пупер проблем. Тем более, что сейчас для этого есть там куча информации в интернете. И наряду с тем, с той информацией, где тебя учат придумать себе диагнозы, есть еще информация, где тебя учат действовать, в частности, допустим, на моем канале. И на самом деле, что происходит на моих тренингах. То есть, смотри, мы стараемся, несмотря на то, что мы профессионалы и мы видим сразу человека моментально, вот так вот за 2 секунды. Несмотря на это, мы стараемся этих диагнозов избегать. Хотя есть 3 основные момента, о которых я тебе сейчас расскажу, на которые тебе надо будет себя проверить. То есть, если у тебя что-то не получается, при этом ты практикуешь знакомство, у тебя нет должного результата, то может быть 3 проблемы. Либо ты зефир. Такое часто встречается у более взрослых мужчин, каких-то солидных, серьезных дядек. Либо ты, допустим, аниматор. Это не диагнозы, да, то есть, это некая проблема, то есть, это некие формы поведения. Сейчас я расскажу тебе. Либо ты такой псевдо-альфа-самец. Все эти 3 типа ошибок объединяет одно, то, что мужчины, которые совершают эти ошибки, они не получают должный результат женщинами. Значит, смотри. Причем по поводу зефира. Давай я тебе расскажу сначала, кто эти люди, кто это, какие примеры. Значит, по поводу зефира. На нашем, на наших тренингах постоянно такие люди присутствуют. На нашем последнем тренинге был некий стоматолог. То есть, это взрослый дядька, мужчина, который очень серьезный, очень солидный, очень такой прям статный. Так он проявлялся там в зале, вот на разборах. Но как только он выходил в поля, он начинал вести себя просто, ну, как бы стандартно по зефирному. То есть, там, здравствуйте, да, вы такая милая. Просто вот он расплывался в какой-то зефирной милости, понимаешь? Чем это чревато? Тем, что женщина видит серьезного, солидного, взрослого мужчину. Она уже думает, о, круто. Сейчас он ко мне подойдет, и, наконец-то, я пообщаюсь там с нормальным, солидным мужиком. И он начинает вот эти вот какие-то заискивающие пляски перед ней. Это очень-очень, как бы, стрёмно смотрится. И женщине просто от этого не хочется с ним общаться. Она думает, блин, а где то уважение? Я же хочу уважать мужчину. Чтобы уважать мужчину, мужчина должен уважать себя сам. У меня не получится уважать заискивающего какого-то там зефирного нежного зайчика. И вот, значит, и чаще всего бывает так, что нам приходится много раз говорить людям, поправлять их, что вот есть такая вот фигня, что у тебя есть такая ошибка. Ты там включаешь только одну эту субличность. И иногда работает только один метод. Нам вообще просто приходится брать телефон и снимать для себя. Мы никуда это не выкладываем. Для личного пользования снимать со стороны. Потом вот как мы сделали в этом случае со стоматологом. Показали ему, и он такой посмотрел. Он говорит, блин, неужели это я? Это просто стрёмно и ужасно выглядит. То есть, вот, получается, что иногда действительно пока человек сам себя не увидит таким, ситуация не поменяется, не начнет двигаться. Вот. К чему я смотри? Значит, есть у каждого из нас куча субличностей, куча частей, куча разных вариантов поведения. Причем, когда ты расслаблен, когда ты со своими друзьями, там, со своими родственниками, не знаю, когда ты один, ты можешь быть абсолютно разным. Ты можешь быть добрым, ты можешь быть веселым, ты можешь быть, там, грустным, ты можешь быть таким альфовым, жестким, ты можешь быть очень нежным. Ну, допустим, к тебе приехала твоя маленькая племянница, ты с ней там мягкий, сисюкаешься, там такой весь веселый, добрый очень, да, то есть где-то на работе по бизнесу или где-то тебе нужно как-то обозначить какие-то свои границы, свои интересы, там ты жесткий. То есть ты можешь быть разным, но в состоянии стресса, когда мужчина идет к женщине, которая ему нравится, у него почему-то, ну, сейчас не будем объяснять почему, включается вот именно одна субличность, активируется одна модель поведения, что вот я там буду только таким. Следующая ошибка, это аниматор, но прежде чем я о ней расскажу, да, то есть и зефир, и аниматор, это, как правило, попытка скрыть какие-то свои, скажем, претензии на эту женщину, то есть какие-то посягательства, то есть как они воспринимают. Мужчина, который идет знакомиться, у него есть ощущение, что он эту женщину отвлекает, что он вообще не имеет на это права, у таких мужчин, я имею в виду, у зефиров и аниматоров, то есть он, у него есть ощущение, что он сейчас просто как бы лезет в ее какие-то личные границы, претендует на нее, хотя это все нормально, естественно, потому что в природе так и устроено, что есть женщина, есть мужчина, мужчина должен претендовать на эту женщину, как бы да, окей, он должен сделать какие-то попытки. Это жизнь, это биология. Так вот, и получается, что он внутри себе это не разрешает, у него есть какие-то проблемы, естественно, идущие из детства, но не надо на этом застрять внимание, вот, а то ты сейчас скажешь, у меня диагноз, меня недолюбили в детстве, а? Вот, диагноз не решит твои проблемы, поэтому слушай сюда, то есть у него есть эти проблемы, и поэтому он включает там вот такого себя, чтобы как-то компенсировать вот то, что он вообще подошел, то есть он себе не разрешает. Понятно, что проблема внутри, и лечится она изнутри, но проще всего увидеть результат можно, если усилием воли заставить себя внешне, снаружи проявляться по-другому, не как зефир или не как аниматор. Что касается аниматора, это когда мужчина очень много шутит, когда он много смеется при знакомстве, когда он там подкалывает весь такой, типа, вот веселый на позитиве. У нас еще приходят иногда ребята в каких-то клоунских костюмах, в прямом смысле слова, в каких-то ярко-зеленых шапках таких, то есть которые изначально, да, они как бы дают ему некую безопасность, потому что если его там вдруг начнут посылать или сливать, или негативно на него реагировать, у него есть как бы вот эта защита, эта зеленая яркая шапочка кислотная, он типа говорит, слушай, ну я же вообще типа не злой, я просто прикалываюсь там и так далее. Эти ребята еще любят давать пять после того, когда познакомились с девушками и девушки им отказали. То есть я такое, кстати, замечаю тоже нередко. Не получилось, общение женщина сказала нет, и он такой, ну ладно, давай пять, зачем тебе это пять? И если ты задумаешься, зачем тебе вот это давай пять, это только для того, чтобы ты сам себя как бы там не почувствовал стрёмно, что вот меня слили, но хотя бы со мной вот есть какой-то там телесный контакт. Не все так плохо. Но это ничего общего не имеет с результатом, понимаешь? Как я уже сказал, это и то, и то, и зефир, и аниматор, это попытка скрыть внутреннее напряжение и как бы загладить свои претензии на женщину, потому что ты там себе это не разрешаешь. И, соответственно, третье это альфа-самец, когда мужчина начинает переигрывать с каким-то там, с какой-то альфовостью. Он такой типа да, весь такой классный. То есть он ведет себя, он пытается натянуть на себя костюм намного более крутого мужика, чем он сам является по жизни. Если уж как бы ты любитель ставить себе диагнозы, да, то есть, то хотя бы, во-первых, перестань заниматься самолечением, а во-вторых, хотя бы проверь себя вот на эти три вещи. И прежде чем я расскажу тебе, как себя проверить на эти три вещи, нет ли их в тебе, то есть, может быть, твои результаты в знакомствах не такие, как ты хочешь, потому что ты косячишь вот таким образом. У меня для тебя следующее объявление, значит, 10 апреля, однодневный практический тренинг по знакомствам в Минске, Беларусь впервые, мы едем к тебе, есть еще места. То есть мы целый день будем заниматься знакомствами и обратной связью от нас. Это очень крутой опыт. Значит, 17 апреля Питер, то же самое, 18 апреля Москва, то же самое. Это однодневные практические тренинги чисто по знакомствам. В конце этого дня мы еще встречаемся в зале и даем каждому персональные рекомендации, персональный разбор. В середине дня мы идем в поля под нашим руководством. То есть ты уже за один день сможешь познакомиться с несколькими красивыми девушками, взять у них телефоны и даже кого-то пригласить вечером на свидание. Это будет легко. И с 30 апреля по 3 мая майская праздничная грандиозная практика в Москве. Это будет очень крутое мероприятие, открытие летнего сезона. Будет супер, вся наша команда, прокачаешься, приходи. То есть если ты хочешь получить грамотную обратную связь и понять, что на самом деле мешает тебе получать нужные результаты с женщинами, неважно какого ты возраста и статуса, то мои мероприятия это то, что тебе нужна. Ссылка под видео, там записывайся. Значит, а теперь к ошибкам смотри. Важно, чтобы ты сам себя проверил вот на эти три составляющие. То есть нет ли в тебе зефира, аниматора, либо там какого-то излишнего мочизма. По поводу зефира. То есть, ну вообще ты можешь сделать это сам, но здесь должен быть определенный уровень осознанности, понимания и здоровой самокритики. Здоровая это значит, что ты не должен себя супер чмырить, но и не должен говорить, что у меня все в порядке. Ты просишь в идеале своего друга, какого-то товарища, который должен снять тебя на камеру и показать тебе какие-то твои знакомства, где ты делаешь ошибки. Например, если ты зефир, если все твое общение больше имеет каких-то комплементарных оборотов, если ты там прям заискиваешь, если ты там очень много хвалишь девушку, очень мило общаешься, то есть если ты смотришь со стороны себя и понимаешь, что в жизни я не такой, то есть ключевой фактор, как определить, если есть какой-то диссонанс между тем какой-то в жизни и какой-то с этими девушками, значит уже стоит присмотреться. То однозначно, что у тебя есть как бы диагноз зефирность, то есть причем там не только речь идет про слова, там еще и речь идет обязательно про невербалику, потому что зефиры, они как правило прям там кланяются, гнутся, то есть они общаются не лицом к лицу, а как-то сбоку. Вот. И про то, как ты говоришь, то есть так твоя интонация, это очень важно. Вот. Мне, например, достаточно увидеть один-два твоих подхода и понять, в чем твоя ошибка, а ты мог годами до этого не понимать этого, придумывать себе какие-то диагнозы, а на самом деле все гораздо проще, чем ты думаешь. Что касается зефира, я на своих тренингах иногда даю такое задание, рекомендации людям, задание раскритиковать девушку, то есть как лечиться, да, во-первых, нужно заметить себе это, а во-вторых, нужно как бы вспомнить себя в совершенно противоположном амплуа, когда у тебя включается другая субличность, и начать ее усилием воли там включать, активировать. Также есть упражнения, ну, много упражнений, но одно из них, например, упражнение критика, когда ты подходишь к самым пафосным, самым прям таким неприступным, как тебе кажется, девушкам, начинаешь с ними общаться, знакомиться, и твоя задача во время знакомства обязательно где-то ее в чем-то раскритиковать, не надо хамить, естественно, да, но можно сказать, что ты там суперски офигительно выглядишь, очень женственная, но вот, честно говоря, сумочка у тебя прям, она сюда вообще не подходит, просто, блин, она тебе не к лицу, она похожа на батон вообще, то есть, ну, как бы, задача дать какую-то критику туда. Конечно, ты рискуешь тем, что ты можешь столкнуться с ответной реакцией, типа, ты вообще там себя-то видел и так далее, но, как бы, не суть. Суть в том, что зефирность нужно и можно, самое главное, лечить, и когда ты ее вылечишь, то будет тебе счастье. По поводу аниматора, если ты много смеешься, как вы заметите, да, если ты много шутишь, если ты там кривляешься, если ты там, не знаю, слишком много улыбаешься, ты слишком веселый, ты слишком праздничный, на тренинге мы называем таких людей петросянами, на самом деле. То есть, если ты делаешь это чрезмерно, и ты понимаешь, что в обычной жизни ты не такой, то, как бы, значит, это тоже нужно лечить. Это же вообще такой критерий, то есть, ты, подходя к девушке, знакомясь с ней, ты должен быть таким же, какой ты есть в жизни, тогда не будет дальше никаких проблем. То есть, ты можешь быть веселым, ты можешь быть грустным, ты можешь быть разным, ты можешь, она может начать как-то реагировать, как тебе не нравится, раз ты меняешь свое поведение, ты говоришь так, алло, так не пойдет. Но при этом ты не делаешь так, что ты все время вот так вот заискиваешь и улыбаешься, понимаешь? Это ключевое. И получается еще, что касается альфа-самца, как увидишь, что ты альфа-самец? То есть, то же самое, посмотри сам, покажи своим друзьям, я не знаю, эту запись, которой в теме они должны понимать тебя, они должны тебя просто так чмырить там или что-то еще. И скажи, ребят, как вам кажется, я такой же в жизни или нет? То есть, они могут, например, дать тебе какую-то обратную связь. Конечно же, эта обратная связь, она не имеет ничего общего с нашей обратной связью, потому что самую крутую обратную связь ты можешь получить на моих тренингах. Но хотя бы как-то так. То есть, какая мораль? Подведем итог. Смотри, не надо придумывать себе ненужные лишние диагнозы. Нелюбовь к себе, там, не знаю, самооценка, какой-то хер. Засунь их себе подальше. По факту посмотри на себя со стороны и скажи себе, что я должен исправить в своем поведении, а не здесь для начала в поведении, в какой-то своей подаче, чтобы получать результат. Все очень просто. А я жду тебя на мероприятиях 10-го в Минск, 17-й в Питер, 18-й в Москва, однодневные практические тренинги, знакомства и 30 апреля по 3 мая майская праздничная практика. Наконец-то тебя теперь ничего не держит. Тебе можно не отпрашиваться с работы, тебе можно откуда-то приехать. Это будут самые крутые праздничные майские дни, которые были в твоей жизни. Самые насыщенные, самые незабываемые. Это круче любого отпуска. Все, увидимся там. Пока.